Причина волатильности тенге кроется в отсутствии диферсификации экономики. Таким мнением Сатамикен Бизнес поделилась эксперт по финансам Талант Калиева. По ее мнению, в Казахстане не произошел полный процесс дедоларизации. Это и влияет на ослабление нацвалюты, кроме внешних факторов. Отмечу, что в сентябре тенге подешевел почти на 3%. Глава Нацбанка Эрбулат Дусаев, выступая на заседании правительства, списал все на события на мировом рынке. Отчет главы регулятора слушала и моя коллега Улпан Бегалина. Она сейчас на прямой связи со студией. Улпан, так в чем причина волатильности курса? Улпан? Мадина, похоже, что диверсификация экономики, к которой мы так стремимся, еще долго будет планов на бумаге. Об этом говорят и эксперты. Судя по словам Эрбулата Дусаева, наша экономика до сих пор сильно зависит от внешних факторов. А нефть, соответственно, наш главный ресурс на мировой арене. От цены на черное золото зависит и стабильность курса национальной валюты. Например, в сентябре тенге ослаб с 420 до 431 за доллар. По словам Дусаева, именно в этот период и снизился мировой спрос на нефтепродукты. Вторая причина, которой, откровенно говоря, прикрывается не только Нацбанк, но и другие госорганы – пандемия коронавируса. Валюты развивающихся стран в сентябре ослабевали на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом, которое привело к снижению интереса инвесторов к рисковым активам и укреплению курса доллара. За месяц ослабла турецкая лира, российский рубль и аргентинский песо. В целом, индекс валют развивающихся стран в сентябре прибавил всего 0,4%. Тенге на фоне общего движения валют демонстрировал умеренное ослабление на 2,8% за месяц. Специалисты же считают, что внешние факторы – не главная причина. Сам, к сожалению, Силу Юрдусаев именно сегодня этим заявлением еще раз подтвердает то, что мы библиотекацию так и не смогли. За последние 15 лет, как минимум, мы об этом говорим. То есть после кризиса мы говорим об этом в 2008 году. Я хорошо помню выступление и речь, что Ильбаса нашла, когда говорил про дидаллоризацию. И где сегодня дидаллоризация? Также эксперт считает, что сейчас регулятор должен оценить риски, насколько сегодняшнее колебание Тенге скажется в будущем. По словам Талант Калиевой, эту оценку не проводили после девальвации августа 2015 года. Хотелось бы понять все-таки, что послужило причиной того, что мы сейчас идем, к сожалению, к плохой, к отрицательной тенденции. То есть мы теряем национальную валюту, мы буквально теряем национальную валюту. Не хотелось бы повторять какие-то истории, которые есть, например, в основном в африканских странах, и при инфляции и так далее. То есть здесь действительно серьезный вопрос, и он серьезен еще тем, этот вопрос серьезен тем, что этот вопрос волнует сейчас взрослое население страны однозначно. Складывается впечатление, что влияние внешних факторов на курс нацвалюты – заученная мантра. Хотя месяц назад в Нацбанке заявили, что на курс влияют и праздники. Теперь разберем вчерашнюю ситуацию на бирже и ситуацию с курсом Тенге. Объемы на бирже выросли в связи с тем, что биржа не работала в пятницу с празднованием Хорбонайтона, тогда как глобальные финансовые рынки продолжали функционировать. Возвращаясь к теме бюджета, хочу отметить, что в текущем году расходы госказны будут увеличены на 500 миллиардов тенге. По данным Минфина, на борьбу с ковид дополнительно направят 238 миллиардов тенге и 261 миллиардов на другие расходы, которые включают в себя поддержку экономики, зарплатный фонд и проведение выборов. Отмечу, что в уточненном бюджете на текущий год цены на нефть увеличили в два раза – с 20 до 40 долларов за баррель. Интересно, что про прогноз стоимости курса тенге к доллару в Миннасэкономике умолчали. Мадина. Спасибо, Улпан. И в то время как одни эксперты...